Уже не однажды я говорил на эти темы, немножко повторюсь, более может быть интенсивно. С чего начинать изменения своей жизни? Ну, уже банально звучит, но все равно скажу. С себя. С чего именно? Станьте перед зеркалом. Хотите перед реальным зеркалом, хотите во весь рост, хотите крошечным, хотите перед воображаемым зеркалом и поставьте себе диагноз. Возьмите лист бумаги, если хотите, а можете записать это себе на скрижалях, что вам в себе нравится и что не очень. И простите себя, простите себя целиком. Вот именно с этого и начните свое исцеление, изменение своей жизни. Признав себе свой диагноз, обозначив его, начните говорить себе правду о себе. Вот именно с этого момента начнется ваше духовное воскрешение, возрождение, вознесение. Начнет изменяться уровень расширенности вашего сознания, уровень ваших вибраций, начнется меняться ваша жизнь. Начнет меняться ваше окружение, и это хорошо, это здорово. Начнет отпадать вокруг вас мусор, паразиты, житейские, в том числе близкие родственники. К этому нужно быть готовым, и нужно себе сказать об этом правдиво на старте. Не надо себе врать. Будьте тверды с собой, но простите себя, я уже это вам сказал, и полюбите себя. Человек, который не любит себя, он не может полюбить что-то вовне. Это иллюзия и вранье. Это лукавство. Человек, который любит себя, который живет в чести, в достоинстве, который живет в правде. Вот этот человек может стать счастливым. Решив свои и бытовые вопросы, обретя свою духовную свободу и получив в конечном итоге и материальную независимость. Это вехи духовного пути. Повышая уровень своих вибраций, вы выйдете из той зоны турбулентности, в которой вы находитесь. Вокруг вас перестанут происходить неприятные приключения. Скандалы, драки и так далее. Вы сами вытащите себя оттуда. Как это делать? Займитесь своим мыслепотоком. Очистите свой мыслепоток. Это вполне известная в принципе истина. Есть очень много практик по очищению мыслепотока. Выберите себе подходящую. Я давал такие практики и даю их на своих семинарах, практикумах. Пожалуйста, займитесь своим мыслепотоком. Уже через несколько дней вы можете получить результат. Займитесь духовными упражнениями. Балуйте свое физическое тело. Выгуливайте его. Дышите. Питайте его вкусной пищей. Окружите себя красивыми вещами. Пусть у вас будет одна ложка. Но эта ложка вам будет доставлять удовольствие. Пусть у вас будет одна миска. Но эта миска будет доставлять вам удовольствие. Займитесь йогой, если вам это нравится. Займитесь фитнесом. Займитесь танцами, если вам это нравится. Просто гуляйте. Займитесь другими видами спорта. Займитесь единоборствами. Любите свое физическое тело. Каким бы вы его сейчас не находили. Ведь это дар. Дар вам. Для того, чтобы вы могли выполнять ту работу, которая вам предначертано здесь. Просто быть и проживать здесь, в этом физическом теле, эту жизнь. Как вы можете еще себе помочь? Молитесь. Открывайте свои глазоньки с молитвой. Благодарю тебя, Творец. Благодарю тебя, Мироздание. Благодарю тебя, Солнышко. Благодарю тебя, Мать-Земля. Благодарю вас, Птицы. Благодарю вас, Люди. За то, что вы сопровождаете меня в этом удивительном процессе. Уходите ко сну с благодарностью, с молитвой. Благодарю тебя, Творец. За то, что я прожил этот день так, как я его прожил. Лучше я его прожить не смог. И так далее. Занимайтесь, займитесь медитацией. Читайте мантры, аффирмации. Мычите звук Ом. Крутите мантры. Мудры, вернее. Плетите мандалы. Все, что угодно. Делайте. Делайте с любовью. Делайте неистово и искренне. Верьте в то, что вы делаете. И желания уйдут из вашей жизни. Вы не будете ничего желать. И счастье придет в вашу жизнь. И любовь наполнит ее. А с ними придет и изобилие. Во всех формах явлено. И здоровье сможет вернуться к вам. И возле вас появится достойная пара. Вместе с которой вы сформируете единое целое. Люблю вас искренне. Готов вам помогать на этом интересном, порой нелегком пути. Благослови вас, Творец Всего Сущего. Я Есмь, воин Стефан.